Трехкомнатная квартира, доставшаяся по наследству еще от бабушки, больше не принадлежит Светлане Щербаковой. Она уверена, бывший сожитель Алексей Медведев обольстил ее и обманом продал жилплощадь. Но суд не встал на сторону девушки. Щербакова Светлана, признанно утратившей право пользования жилым помещением, указанное решение является основанием для снятия Щербаковой с регистрационного учета. В отвлекании иска признание утратившей право пользования жилым помещением несовершеннолетним судом отказано. Право собственности лишилось, но съезжать из квартиры Светлана не собирается. Говорит, как минимум, ближайшие лет 10. Ее дочь по-прежнему имеет полное право проживать на этих квадратных метрах до совершеннолетия, согласно постановлению все того же суда. Мама же намерена воспользоваться отсрочка и продолжить борьбу за имущество. Мы с адвокатом по этому поводу разговаривали, да, будем пробовать еще раз, еще раз, чтобы все-таки обратно вернуть в мое владение квартиру. Я жду, чтобы наконец-то уже было решение, что были все по квартире мошеннические действия, связанные с ним, что я не забирала эти 600 тысяч, что я не продавала квартиру. Восстановить справедливость, по мнению Светланы, должно решение другого суда. Алексей Медведев, того самого молодого человека, что обманом заставил подписать договор купли-продажи, подозревает мошенничество. Сегодня ему зачитывают обвинение. Щербакова, доверяя Медведеву, передала ему денежные средства на общую сумму около 40 тысяч рублей, которые Медведев похитил и распорядился ими по своему усмотрению. И таких эпизодов, согласно материалам дела, больше полутора десятков. В общей сумме Медведев под разными предлогами выманил у Светланы Щербаковой миллион 112 тысяч рублей. К тому же вынес из квартиры ценные вещи на 40 тысяч. Вы суммы? Да, я сумму выяснил. Какую сумму выяснил? 999. Почему именно такую? А? Почему именно такую? Я думаю, там меньше, но как бы пусть будет 999. Принципиальность обвиняемого объяснима. За мошенничество в особо крупном размере, свыше миллиона рублей, предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Прокуратура настаивает на максимальном сроке. С учетом его данных о личности, с учетом характера совершенного, то есть преступления, наставил человека, малолетнего ребенка, то есть без существования, то есть это я буду запрашивать, но скорее всего, то есть минимум это лет 6-7 лишения свободы. А ведь это преступление у Алексея Медведева не первое. Мужчина уже отбывает наказание за мошенничество и кражи. К слову, на одной из соглашений приговора Медведев попросту не явился. Он был объявлен в розыск. Почти полгода ему удавалось скрываться у Светланы Щербаковой. Юлия Данилова, Владимир Махмутов, Интера ТВ. Редактор субтитров А.Семкин